всем привет мелкие бесятся у меня есть немного времени сейчас я пойду в школу к своим первоклассникам там сегодня будет мини-концертик для мам не знаю успели его так в кадр поймать или нет вот на фоне рыжего я хочу по горячим следам недавнего ролика пройтись тут выписала себе кое-что у меня были два ролика такие для некоторых они были очень неприятные к просмотру вот но всем мил не будешь и каждая семья она разная кто-то что-то снимает кто-то снимает сказку постоянную у нас разное случается в семье и поэтому выкладываем и все разное единственное что манера подачи может быть вот немного шокирует но вот такая может быть рисковатая да с близкими я тоже также вот разговариваю в общем не знаю я за собой резкости как бы уже не замечаю да потому что это мое вот ну со стороны виднее может быть если я еще больше стану старше стану то эта резкость еще больше сгладится не об этом сегодня разговор я хочу затронуть такое такую тему все что показывают блогеры те моменты которые я себя уже тоже причисляю блогер поэтому буду говорить от себя то что мы показываем это моменты нашей жизни и если человек судит по одному моменту о том что происходит семья тут абсолютно неверно это про тот ролик злосчастном борще которые не съела снежа кто-то смотрел внимательно тут наверное услышал что снежа борщ села не потому что она не хотела есть или там а потому что она заупрямилась и горка съел первый я его похвалила и снежа из упрямства из-за того что егора похвалили а у них идет очень сильное соперничество причем это соперничество идет еще с дома ребенка они там соперничали вот и она из упрямства сказала тогда я не буду вот я там написала в комментарии прикрепленном что для особо впечатлительных я все-таки до кормила снежана с ложки чем она была очень довольна а егор тихо завидовал потому что снежану я кормила с ложки семилетнего ребенка почти 7 и в декабре будет 7 вот что еще хочу сказать многие семьи показывают я больше смотрю конечно многодетные семьи мне это больше интересно показывают полностью накрытый стол там прям все ломится от явств но это не означает что это каждый день и это не означает что это в каждой семье у нас именно в этом ролике меня обвинили в том что мои дети не доедают егор у меня попросил хлебушка сейчас про хлебушек я отдельно скажу и разве можно накормить ребенка одной тарелкой борща дети ваши голодные и вот все в таком плане нет дети меня не голодные у нас также бывает на столе 1 2 и компот как в том известном фильме но бывают дни когда у нас бывает только первое и например чай с каким-то там выпечка или с печеньем или еще с чем-то фрукты фрукт у нас ежедневно это обязательно я ни в коем случае не оправдываюсь я просто объясняю мне не хочется никаких конфликтов на своем канале в конфликты я вступать ни с кем не собираюсь если мне не понравится комментарий это мой канал и я вправе удалить этот комментарий надеюсь все это понимают да он поддакивает не дальше ну про еду наверное понятно про хлебушек вот сейчас меня поймут наверное только родители тех деток которых они взяли или из семьи где дети голодали или из дома ребенка или детского дома где им давали четко еду ровно столько сколько он съест и все и у них есть привычка прятать еду у егора это остаточное явление он у нас до сих пор таскает тайком наверх хлебушек и печенюшки но он их не ест то есть вот если кто-то подумает что раз ребенок прячет по карманам хлеб прячет по карманам печенье то он голодный нет ребенок не голодный если бы голодный он бы это сразу съел а он это прячет под подушку под диван я потом все выгребаю иногда вместе с ним относится он к этому нормально что я это все выгребаю он с пола например егор никогда не подберет печененку и не съест никогда голодный ребенок подберет с пола и съест потому что я видела как вот я работаю в магазине у нас кормят узбеки чебуреками и я видела как вот кормят там воробушков как чего да и бывает что вот в мусорке лежат объедки и я видела двух детей которые эти объедки доставали из мусорного ведра есть такие да в общем вот мой ребенок не из таких он брезгливый очень очень брезгливый в общем про хлебушке я вам объяснила дальше потом мне написали что нет разницы в приемных и в кровных детях к сожалению есть эта разница очень большая и сглаживаться она будет годами ни один наверно десяткам скажем так дай бог если эта разница сгладится может быть там к 13 к 14 годам но каждый раз все дети переживают разного рода возрастные кризисы все это родители знают и трехлетний и пятилетний мы во всем этом варились нас ждут новые подростковом периоде тоже сложные будут отношения мы это все предвидим меня это особо ты не пугает потому что с подростками я уже переживала такие кризисы у меня никита уже взрослый ему 26 лет миша у меня сейчас подросток ему 17 лет очень сложно с ним но мы это все переживаем все у нас все идет обычной жизни дальше почему то что и такой негатив на слово купить появился наверно у меня после ролика где я про свой гнев рассказала то что у меня был позыв отлупить ребенка в каждом регионе наверное есть свои какие-то речевые обороты и когда я росла маленьким ребенком было мне часто родители говорили вот сейчас лупку задам но это не означало что меня будут бить ремнем или чем-то меня не били лупку задам трепку задам вот такие у нас были как бы угрозы но дальше угроз это все не шло и в моем понимании вот у меня на моей подкорке слово лупить она не ассоциируется с чем-то жестоким и с чем-то таким уже из ряда он выходящим а вот слово бить у меня ассоциируется с очень такой жесткой жестокостью даже потому что у меня отец бил мою маму дальше и когда я рассказала честно о том что у меня был позыв шлем ну я скажу по-другому шлепнуть до него раза то что вот он василевский скакалку намотал из-за чего это произошло из-за того что это было одномоментно может быть всплыли какие-то из детства воспоминания вот об этой жестокости отца по отношению к матери на тот момент я как ребенок чувствовала большое бессилие я не могла ничего с этим поделать и когда вот в этот момент уже во взрослом состоянии я услышала о том что егор намотал скакалку я тоже испытала чувство и бессилия и гнева но я взрослый человек я стараюсь контролировать себя и я просто вышла в другую комнату чтобы выдохнуть передохнуть и как говорится с холодной головой уже разбирать вот это все вот к слову скажу что себе на шею он больше не наматывает потому что я ему это объясняла вот они тоже играли тоже он не то чтобы там замотал нет он не накрутил он просто вот дернул ну дернуть уже можно по-разному никак у меня в кадре не ловится режим и так я она на очень длинно уже разговариваю ну просто накипела кто не хочет тут не слушайте дальше естественно что у нас еще с детства есть такая поговорка да каждый понимает меру своей скорченности можно ее перефразировать сказать меру своей воспитанности если вы допускаете что ребенка можно бить значит допускаете я например не допускаю такого что ребенка можно бить ему пить так что ему вот действительно там больно в нашей семье физическое наказание не приветствуется наоборот для них наказание посадить на табурет рядом с мамой это самое наверное такое лишь и лишить ребенка игры очень жестоко сидит беды на табуретке и ему очень неприятно что он что он изолирован от общества остальных детей дальше почему я там ответила девушка там то ли на меня спросил почему я называю егора сынок я не люблю слову сынок не люблю слова дочка между собой мы когда разговариваем я им говорю доча доня егору сынуля сына иногда могу сказать слово сынок мне не нравится я не могу объяснить почему вот так дальше почему я говорю о егоре в третьем лице как и должна не уговорить я взрослый человек у меня нет созависимости психологической с детьми я разделяю личности себя и личности детей и если это сделано ребенок то я так и говорю он они мы я не буду говорить мы делаем уроки я буду говорить что я с ним делаю уроки надеюсь что я вот это понятно объяснила так о чем я еще не сказала про хлебушек я сказала у меня еще потом выйдет ролик об алкоголе отношении детей к алкоголю в общем если кому-то интересно смотрите этот ролик я вперед выложу спасибо что меня послушали если будут какие-то вопросы пишите если это не будет оскорблением то я отвечу на ваш комментарий если комментарий будет по типу того да она же мать не мать естественно я такой комментарий долю потому что я к своим детям отношусь очень хорошо я их всех люблю в той мере в какой я могу любить и измерить вот эту степень любви я не знаю кто это может если такие инструменты вот и те родители те мамы которые не воспитывали приемных детей они не смогут просто напросто понять что действительно разница есть и эту разницу очень трудно сгладить проще наверное тем у кого не было своих кровных детей у них одни приемные им да им проще они не испытывали чувство материнства как такового вот физиологического скажем так у них она пришла через сердце она также сильная она также но она ровная вот а нас вот колбасит не по-детски и дети разные и кстати вот отношение к детям тоже разные и к кровным детям тоже ведь всегда отношения разные тем я рыжий спрятался уже вот бегает еще вот такое видео на фоне нашего ковра полянки и рыжего кота все опять у девчонок последовал сейчас пойду убирать спасибо что посмотрели послушали верней всем всего хорошего